В Хибинах со своей программой «Свет Валаама» впервые побывал хор Валаамского монастыря. Исполнители дали два концерта в Апатитах и в Кировске. Последний стал подарком для кировчан и гостей города. Хор Валаамского монастыря уже бывал на Кольской земле, но в Хибинах исполнители выступали впервые. Я давно хотел побывать, послужить Валаамского монастыря хор. На Валааме хотел быть, но никак не получилось. И вот ночью я в интернете слушал, и нравятся очень многие песни. У меня в телефоне записано Валааму. Целенаправленно пришли показать детям интересный хор из монастыря из Валаама. А уже знакомы с этим творчеством? Ну да, в Санкт-Петербурге были. Практически полный зал народа дал ясное понимание того, как северяне относятся к такому творчеству. Сегодня уникальное событие, потому что первый раз в этих стенах будет звучать именно вот такая музыка хор Валаамского монастыря. Спасибо правительству Мурманской области, который еще-то предоставил им такую возможность. Мы очень благодарны самим артистам, которые приехали сюда. Прежде чем погрузиться в атмосферу высоконравственного духовного творчества, зал приветствовал художественного руководителя коллектива. Остров Валаам на протяжении многих столетий является символом православной веры на Руси. На самой верхней точке острова, на колокольне Спаса Преображенского храма, всегда горит яркий свет. Этот свет служит маяком для проходящих кораблей. Так и духовный свет Валаама светит всем людям далеко за пределы острова. Началось выступление с древних валаамских распевов, после которых собравшиеся услышали старинные мелодии в обработке, авторскую музыку и современную духовную музыку, которая также звучит на Валааме. Помимо церковных произведений, в репертуаре хора – песни военных лет, как известные, так и времен Первой мировой, как говорится, собранные по крупицам. Тема войны в этой программе не случайна. Она тесно перекликается с темой христианства и жертвенности и слушается единым циклом. В представленной программе собрано лучшее, что было сделано этим творческим коллективом за последние годы. Впереди у хора круглая дата – трехсотый концерт. Кстати, возможность гастролировать у коллектива появилась лишь в 2013 году, когда вместе с благословением он получил юридический статус хора Валаамского монастыря. На самом деле, братья, монашеский хор, они же не гастролирующий коллектив. Они действительно монахи, молятся, и это их послушание, это их дело жизни. Но они не могут выступать на концертных площадках, потому что это, во-первых, по канонам. Они же, наоборот, уходят от мира. Поэтому возможность гастролировать есть только у светской части хора. Выступление хора Валаамского монастыря на наших площадках стало настоящим подарком для северян, который пришелся и по сердцу, и по душе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ